Саратской областной думы, городской думы, министр транспорта и дорожного хозяйства Питаев Алексей Вячеславович. Представитель, у меня написано, ОСГЭД, но здесь нету никого, да? Или есть? Руководство и представитель ФРАГДЖИТ. Три недели назад мы обсудили вопрос, связанный с реконструкцией сети по маршруту номер 9, как и было озвучено в феврале, должен был быть то ли расторгнут, то ли не расторгнут. Вопрос по новому конкурсу. Сегодня предлагается еще раз вернуться к этой теме, обсудить текущее положение, задать все исчерпывающие, интересующие нас вопросы. И у меня предложение предоставить слово Питаеву Алексею Вячеславовичу, министру транспортно-дорожного хозяйства. Потом, наверное, вопросы позадаем. Но у нас в обсуждении, в кругу ряд депутатов, у которых тоже запланированы мероприятия. Поэтому, если вы не будете против, мы им первым дадим, чтобы мы так дальше продолжим. Алексей Вячеславович, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Михаил Александрович. Уважаемый Михаил Александрович, уважаемые депутаты, коллеги. Мы с вами уже собирались по вопросу реконструкции скоростного трамвая в Саратове в конце января. Многие моменты уже обсудили, поэтому повторять не буду. От вас прозвучал ряд вопросов по поводу ситуации с трамвайным маршрутом номер 9. Постараюсь вводить доклад, дать на них ответы. Но для начала хочу честно и предельно откровенно ответить на главный вопрос. Что стало причиной срыва сроков строительства и приостановки работ на данный момент? Обстоятельства можно перечислять долго. Это и проектная документация, и вопросы по передаче площадки подрядчику, и моменты с официальной приемкой выполненных работ, и сложности с прохождением госэкспертизы, корректировок ПСД, и сроки поставок оборудования, материалов и многое другое. Однако главная причина, говорю об этом открыто, управленческие просчеты и ошибки. Мы их признаем, но на любом объекте основной актер – это заказчик. И от его действия и способности оперативно принимать решения зависит, в первую очередь, будет ли объект сдан своевременно, и самое главное, будет ли качественно проведена работа. В случае с проектом скоростного трамвая в областном центре заказчикам было ООО «Взгляд». Это подведочное предприятие Министерства транспорта и дорожного хозяйства, в связи с этим себя и своего министерства не снимают ответственности за случившиеся. Действия предприятия и заказчика тщательно проанализированы. В качестве примера могу озвучить одну цифру. С момента заключения контракта по маршруту номер 9 и до направления извещения о расторжении в одностороннем порядке объем писем между заказчиком и подрядчиком превысил 2000 единиц. Формально можно сказать, что работа кипела, но на самом деле никакого трамвая наши жители не увидели. Все же наши задачи не переписками заниматься, а реальными делами. Руководство ООСГЭТ, как вам известно, сейчас заменено, освобождены от должности гендиректора Моисеев, его советник Долбилов и ряд сотрудников. Также покидал должность мой заместитель министра, курирующий транспорт. На сегодняшний день по маршруту номер 9 мы находимся в стадии судебных процессов с подрядчиком Фраджестроя. Сколько займет времени рассмотрение всех исков, на данный момент даже прогнозировать невозможно. Да, по закону мы обязаны были подать на расторжение договора из-за неисполнения условий в указанный срок, чтобы было сделано поднято. Понятно и стремление компании, затратившей средства как на проведение работ, так и на закупку комплектующих и оборудования, отстоять свои интересы. Очевидно, одно от всей ситуации в первую очередь проигрывают жители, и их интересы превыше всего. Им совершенно не важно, какая компания, что строит. Саратовцам нужны комфортные условия на транспорте и скорейшее устранение всех неудобств, которые возникли из-за ограничений на участках дорог для реконструкции. Для правительства области наиболее оптимальный вариант, с учетом всех обстоятельств, является заключение мирового соглашения с действующим подрядчиком с установлением объективно возможных сроков завершения реконструкции. Параллельно необходимо будет решить моменты по уже выполненным, но официально не принятым работам, а также актуализировать проектно-сметную документацию. У фрага строя, по нашим данным, в высокой степени готовности документы по корректировке ПСД закуплены и поставлены или поставляются материалы и оборудование для проведения работ. Если на объект привлекать нового подрядчика, то ему фактически придется все начинать с нуля. Что займет гораздо больше времени. Например, тяговые подстанции завод-изготовитель производит под заказ около полугода. У фрага строя эти подстанции фактически уже есть. При таком развитии событий есть обстоятельства, чтобы в апреле выйти на заключение мирового соглашения. Это позволит возобновить работы в апреле-майе текущего года. Михаил Александрович, разрешите я зачитаю вопросы, которые были. Отвечу на них сразу. Когда эти вопросы поступили, когда возобновится работа на маршруте номер 9. При положительном разрешении вопросов спорили с действующим подрядчиком работа реально возобновить в апреле-майе текущего года. Но подрядчик пока не согласен, мы ведем переговоры. Второй вопрос. Рассматривается ли возможность заключения мирового соглашения СОО «ФРАДЖИС-3». После тщательного анализа ситуации с реконструкцией маршрута номер 9, детального изучения проектной документации, конкурсной документации были выявлены существенные разногласия относительно других маршрутов, в частности, по маршруту 9 и маршруту номер 3. При схожих вводных в конкурсной документации были указаны разные стоимостные характеристики материалов, которые обязан был использовать подрядчик. В связи с этим сейчас есть все основания прекратить судебные тяжбы и заключить с подрядчиком мировое соглашение. Для нас это наиболее предпочтительный вариант, поскольку он отвечает интересам жителей Саратова. Это самый быстрый из всех возможных вариантов возобновления работы. Третий вопрос. Будут ли пересмотрены условия контракта с подрядчиком? Мировое соглашение не заключено. Как вы знаете, на стадии проведения работ подрядчик вносил корректировки с привлечением проектной организации. Это рабочие моменты, которые учитываются после прохождения госэкспертизы. Соответственно, условия контракта могут меняться из существующих реалий. Четвертый. Велись ли переговоры с альтернативными подрядчиками? Да, мы прорабатывали различные варианты. Откровенно скажу, что желающих было немного. Проект сложный, частично реализован. Многие материалы и комплектующие новому подрядчику предстояло бы заказывать заново, а это длительное ожидание и до просхода. В случае с фраджестроем, большой объем оборудования уже заказан, оплачен и даже изготовлен. Например, как я сказал, тяговые подстанции для девятого маршрута завод-изготовитель подготовил, а это полгода, как я сказал ранее. Пятый. Планируется ли внесение изменений в проектную документацию? Да, такая работа уже ведется. Все это в работе. Шестое. Кто понесет ответственность за срыв проекта? Ну, о кадровых решениях, принятых руководством региона, вы уже знаете. Дополнительно сообщу, что произошла полная замена руководства ОСГЭТ. Вопрос об ответственных лиц мне не в моей компетенции. Седьмое. Каким образом наверстать сроки? И, как я уже сказал, самым оптимальным вариантом будет заключение мирового соглашения с Фраджестроем и возобновление подрядчикам работы. Когда будет запущен девятый маршрут, стоит задача завершить по реконструкции до конца года. И девятый вопрос. Повлияет ли эта ситуация на работу на других маршрутах? Ну, это разные контракты с разными сроками проведения работы. Единственный момент связан с маршрутом номер три. Принято принципиальное решение, что пока мы не запустим девятый маршрут, к третьему маршруту не приступаем. И это правильно с точки зрения распределения нагрузки на дорожную инфраструктуру. Это два самых протяженных и востребованных трамвайных маршрута, поэтому логично завершить один, а затем приступить ко второму. У меня все. Готов ответить на вопрос. Олег, давайте к вопросам тогда. Роман Викторович просил и Александр Андреевич. Просто надуете, а потом уже коллеги. Роман, пожалуйста. Риторика сильно поменялась. Получается так, что депутатов вводили в заблуждение и губернатора, соответственно. Аксирий Вячеславович назвал кадровое решение. У меня в связи с этим вот какой вопрос. Вы уволили Моисеева, директора СГЭТ. По какой причине? Он не справился со своими обязанностями? По этой же причине, как я сказал, потому что разобрались и приняли такое решение, что контракт расторгнут, трамвай надо делать дальше, поэтому такое кадровое решение было принято. Аксирий Вячеславович, а где он работал раньше и кто его рекомендовал на такую ответственную должность? Работал он раньше в МОПСГЭТ, но рекомендовал, естественно, директор МОПСГЭТ. Я единственное, добавлю сейчас своим выступлением, представляю, в какое замешательство вы ввели некоторых коллег, которые защищали заказчика и коллег, и некоторые средства массовой информации. Поэтому, конечно, удивительная ситуация, но самое главное, она отвратительная по отношению к людям. Потому что мы сейчас говорим о том, что апрель-май возобновление маршрута, а у вас нет еще договоренности с подрядной организацией, и я так понимаю, нет ни проекта, ни экспертизы, вы не готовы к продолжению этой работы. Балатман Александрович. Да, Алексей Вячеславович, у меня вопрос такой, к сожалению, мы не прошли, а с ним услышали ответ, ни сегодня в вашем вступлении, но я тоже его не услышали. Два конкурса на проведение работ. Виды работы одинаковые. Одному подрядчику вы даете два года на выполнение контракта, второму – пять месяцев. Насколько эти сроки соответствуют тем техническим требованиям, которые предъявляются к данному введу работ, и не повторится ли у нас данная ситуация при заключении уже мирового соглашения, либо последующей, соответственно, маршрута? Ну, эти все вопросы будем, если подрядчик согласится, будем все обговаривать при заключении мирового соглашения. А почему так вышло? Здесь два года, здесь пять месяцев. Задача была поставлена «девятку» запустить в 2023 году. Пожалуйста, такого вопроса, коллеги. Антонов Алексей Васильевич. Алексей Васильевич, мы еще на прошлом совещании я говорил о том, что хотелось бы понять, не сталкиваются ли с такими проблемами остальные подрядчики, которые сейчас есть. И на этот раз мы опять видим только здесь фрагжет, а у остальных, может быть, точно такая же история? У остальных тоже такая же история по проектно-сметной документации, но, как коллеги сказали ранее, у них есть сейчас время для того, чтобы все это исправить. Мы ожидаем затягивания вопроса по сдаче 7-го, 8-го маршрута, потому что нужно разобраться еще с документацией. 8-го, 6-го. 8-го, прошу прощения. Тут параллельно сейчас идут и работы, и оформление документации. Будем стараться для того, чтобы сдать все этот срок. Я так понимаю, что мы будем ждать еще одного откровения, когда будет ясно, что мы не выполняем даже по теме маршрута. Кто, коллеги, пожалуйста? Вопросы или машины? Ну, вопросы давайте. Усова, Мария, потом Александр. Ну, давайте. Вы хотите выступить, выступайте. Смотрите, вопрос такой. Я как бы на прошлом нашем мероприятии, которое проходило две недели когда-то назад, примерно, позиция, конечно, была совершенно иная. Мы не ожидали сегодня услышать что-то подобное. Но, тем не менее, такой смешок проходил, когда я назвала всю эту ситуацию между собойчиком. И вот ваша сегодняшняя позиция, вернее, ее такая резкая смена, говорит о том, что все-таки я, наверное, была права. И в продолжение этого у меня такой вопрос. Фамилию называть не буду, но, тем не менее, я думаю, вы и сами знаете, был человек, который работал в строительной компании «Новый век», юристом. Потом, через какое-то время, он работает юристом в ООО «СГЭД». Как бы вопрос такой же, примерно, как у Романа Викторовича. Кто рекомендовал и кто, опять же, понесет ответственность? Я уже не буду дальше говорить о том, что та компания, в которой работал этот юрист, она тоже из Энгельса. И там могут быть разные моменты. И в том числе и договора, возможно, так составлялись специально, умышленно. Заранее зная, в качестве того, чтобы просто подставить подрядчика. Но, опять же, мы же здесь выступаем не за подрядчика какого-либо, мы за людей, которые сейчас пешком ходят по снегу. Лыжи хотя бы выдавайте им, что ли. Спасибо. Пожалуйста. Вопрос в чем? Про юриста? Да, про юриста и вообще кадровый состав подведомственных организаций. Каким образом у вас подбирается? Где вы этих людей берете? По объявлению? И где это объявление можно посмотреть, например? Организация была создана с нуля, поэтому взяли, приняли директора, и директор уже сам комплектовал. Я, к сожалению, этого юриста не знаю. А сейчас, получается, директора уволили, но ответственность никто не несет. Концы в воду, как обычно. Когда я закончу? Ответственность понес, потому что я его уволил. Это не ответственность. Это вы его увели таким образом от ответственности. Александр Юрьевич, пожалуйста. У меня все-таки конкретно хотелось бы стоить ответ, за что именно были, не общие формулировки, а что было. Неправильно создавал договор, или он, может быть, проект принял неправильно. Потому что в прошлый раз мы здесь выступали и говорили, что вполне, на мой взгляд, абсолютно логично, говорили, что там никаких особых, что договор прошел экспертизу, проект прошел экспертизу. Что экспертизу, кого надо было тогда уволить? Он взял договор, проект про экспертизу. Правильно? Да. В чем тогда его вина? Договор, который был составлен, юридически неверный был договор? Или сроки были неправильные? Тогда откуда эти сроки появились? Почему вдруг понадобилось отпустить за год? Это он назначил срок, он назначил эту организацию, которую экспертизу. За что его-то уволили? Его уволили именно за то, что в срок не закончил проект. Это не действие. Действие за... увольняли за действие. За действие. За то, что он не выполнил. Мы разобрались. Потому что он не разорвал вовремя договор с подрядчиком? Во-первых, не разорвал и вовремя не продлил его. И третье, он не нашел выход из этой ситуации. Все ушло в суд и в конечном итоге мы остались у разбитого корыта. Вы бы не сказать, что вовремя не продлил срок срока предъявил он? Да. Заказчик. Он заказчик. То есть заказчик определяет у нас срок, когда надо было пустить корону? Конечно. Понятно. Коллеги, у меня, еще, извиняюсь, прошу, чтобы для понимания, у меня просьба, включайте микрофон. Потому что у меня идет... Насколько я помню, о сроках мы говорили, я включил, да, здесь, на круглом столе. И мы здесь говорили о том, что срок должен быть такой-то, а никак не заказчик. Заказчик исполняет поручения собственника. Поэтому в данном случае, какой срок ему был поставлен, такой он в договоре вписал. То, что он не расторг с подрядчиком, когда увидел, что там не выполняются сроки, ну, за это, наверное, надо было его наказать. А то, что он вовремя не расторг договор. Но, все-таки, еще раз говорю, я от вас не услышал. Какое? Вот даже с точки зрения трудового законодательства, что он выполнил неправильно? Александр Юрьевич, вы вот сами ответили на свой вопрос. Можно было и срок продлить, можно было... Да нельзя было, мы ему здесь сказали, никаких продлений. Мы на круглом столе сказали, нельзя. Нет, я имею в виду в том плане, в процессе работы разобраться до конца. Если действительно какие-то в ходе работ строительных получаются ситуации, на это надо было реагировать сразу, а не потом, когда уже пришли к тому, что не сделали, и расторгли договор. Хорошо. Экспертиза. Что с экспертизой будем делать по проекту? Она была неверная? Сейчас экспертиза разбирается в том плане, что сейчас корректировка проекта идет, экспертизу уже будет давать заключение, действительно, не геология, вернее, не совпадала. Скажите, Моисеев обладает геологическими знаниями какими-то. Почему он должен был понять, что это просто в вашем, в том, что вы зачитали с самого начала, не знаю, кто вам готовил этот документ, который вы зачитали. Сам готовил. Это вас не красит. Уж извините, это моя личная позиция, чисто по-мужски. Так вот, когда в этом документе вы зачитали, что в том числе, что проект был, ну, извините, он не обладает геологическими знаниями, здесь на предыдущем разбирательстве было сказано, встал представитель госэкспертизы, сказал, проект, все нормально с проектом. Госэкспертизу прошел. Какие к нему претензии, к Моисееву? Я его не защищаю, у меня к нему, может быть, еще больше претензий. Я не понимаю вашу позицию. Две недели назад и сейчас. Госэкспертизы здесь не было. Здесь, вы хотите сказать, госэкспертиза не прошел проект? Я хочу сказать, что здесь госэкспертизы не было. Госэкспертиза предварительно, проект прошел, но потом уже... Здесь был надзор, который сказал, что госэкспертиза пройдена. И никаких претензий у строительного надзора нет. Поэтому я спрашиваю, у строительного надзора к проекту вопросов нет. Госэкспертизу прошел. Как должен был директор понять, что этот проект неверный? Участвовать в процессе и... В качестве какого? Геолога? Да. Он не геолог? Не геолог, но он мог заключить договор и сделать геологические испытания. Если это против... Это должен делать заказчик, если это не сходит. Хорошо, у меня вопрос тогда к госэкспертизе. Будут какие-то судебные претензии? Я сейчас пока не... К прежнему проектировщику будут судебные экспертизы? Вы уволили человека, мы понесли большой ущерб людям. На лыжах кто-то предлагается ходить людям. Вы уже мой вопрос задавите. Так поэтому... Ну, вы же раздавали, я же не в него вопрос. Поэтому я и спрашиваю. К проектной организации, к госэкспертизе. Ведь он опирался на них. Вы его уволили. Я так и не понял, за что, но вы его уволили. Просто я так понимаю, ну, в данном случае, если по вертикали идти, ну, стрелочника нашли, что ли, я не понимаю. Вот я, вот, извините, может мне не парламентское, не здесь это говорить. Но все прекрасно знали, какие сроки. Все были с этим согласны. Заказчик в прошлый раз сказал, что он был согласен с этим сроком. Договор он подписал. Чего вы теперь на сроки-то ссылаетесь? Он подписал заказчик договор. Какие у... Ой, это заказчик-подрядчик. Какие у заказчика основания было его... Эти сроки продлевать? Мы говорим здесь, собирались, за два месяца до конца года, говорим, срок должно быть. На всех совещаниях говорят, срок должно быть. Подрядчик говорит, выполним срок. На тебе теперь виноват мысль. Александр Юрьевич, вот я много работал и подрядчиком, да, и директором, руководителем был. Ну, кто виноват, когда что-то не сделал? Ну, естественно, руководитель. Процессом он руководитель. Руководитель, субординация. До какого времени руководителя надо давать? Я, по-моему, ответил. Ой, пошел. Давайте, Роман Ильич. Я хочу уточнить все-таки по Моисееву еще и по госстроэкспертизе. Но понятно, что увольнение это не наказание. Наверняка правоохранительные органы будут разбираться. Вы же сделали соответствующие запросы. Так, Алексей Вячеславович? Пока еще вот директор приступил новый к работе, должен доложить. Ну, очевидно, что за срыв такого проекта должна быть разголовная ответственность. И, Михаил Александрович, у меня предложение. Если министерства в этом плане не сработали, давайте тогда мы обратимся в соответствующие надзорные органы, чтобы провели проверки соответствующие и сделали определенные выводы. И по Моисееву, и по человеку, который здесь достаточно рьяно и очень эмоционально доказывал нам о том, что экспертиза качественно проведена, проект надо отрабатывать. Ну, вот и пусть отвечают за свои действия, за свои слова. Предложение, позиция. Есть, Владимир Владимирович. Спасибо. На самом деле я в некотором замешательстве, когда шел сюда на совещание, мог предположить все, что угодно, но не такого вот яркого камин-аут, скажем так, со стороны министра. Ну, может быть, этот термин здесь не совсем уместен, но тем не менее. И вопрос-то у меня, ну, не вопрос, а у меня сложилось впечатление, что лоббистов Раджестроя оказались значительно сильнее, чем правительство. Потому что в прошлый раз рассматривали ситуацию, и никто не оспаривал, что все видели пустующие строительные площадки, что не хватало рабочих, которые должны были там укладывать рельсы на путях. Сейчас все это забыло, сейчас все это как-то не совсем понятно. Раджестрой белый и пушистый, а вот ситуация кардинально, на 180 градусов развернулась. Тем не менее, у меня вот вопрос. В прошлый раз говорили, что в связи с тем, что ПСД, та организация, которую выполняла изначально, была выполнена некачественно, подрядчик заказал свою и уже работал по новой проектной документации. Правильно? Так было? Не новую документацию, а не рабочую, свою разработку. Свою, рабочую. Ну, то есть, та, которая была в первый раз сделана, она некачественна, и поэтому вынуждены были сделать свою. Так, нет? Так, вопрос у меня такого плана. Сколько стоила та рабочая документация, которая по факту оказалась негодной, и когда эти деньги вернутся в бюджет, раз так? Ну, это уже будем по мере поступления сравнивать, какая будет корректировка документации, и тогда уже будет ясно. Нет, подождите. У нас 9 месяцев из-за этой документации коту под хвост, а вы все еще с ней будете разбираться и корректировать. Тут уже организация, как я понял, свою документацию заказала и начала работать по ней. Нет, заказал заказчик, новый директор заказал корректировку проекта, и когда уже корректировка пройдет, будет видно, какие изменения будут в этой документации. Подожди, новый директор у нас начал работать-то когда? Два дня назад. Неделю. Нет, не неделю, меньше. Меньше. А организация у нас по новой документации, нам прошлый раз, три недели назад рассказывали, что они уже работали по новой документации, поэтому и сроки затянули, и все остальное. Они по рабочей своей документации, не путайте проектную и рабочую документацию. Здесь сейчас новый директор заключил договор, и только может сделать заказчик на корректировку проекта. Вот сейчас корректировку они представят, отдадим в экспертизу, и уже будет видно, какие будут изменения. Ну, тем не менее, я, коллеги, не снимаю ответственность с Раджа Строя, и считаю, как и в прошлый раз сказал, что позиция его в данном случае сыграла ключевую роль, потому что у нас проект сорвался. Спасибо. Я на прошлом заседании буквально две-три недели назад задавал вопрос абсолютно конкретный по трамваям, в том числе восьмерки и шестерки, потому что там тоже некачественно были организованы работы. И предыдущий директор вот прямо здесь, стоя, город заявлял, что там все работает в соответствии с графиком проведения работ. Рядом сидел представитель контрольной организации, также все это дело подтвердил, что все в сроке, все четко. Подрядная организация документы сдает вовремя, количество рабочих, техники на маршрутах хватает. Но вот сейчас, через три недели, те, кто город об этом заявляли, увольны. В связи с этим как бы вопрос. Ну, понятно, что сейчас с фрагжем строен, насколько я понимаю, вы будете пытаться заключить какое-то мировое соглашение, для того, чтобы ситуацию выправить и все-таки работы завершить уже согласно дорожной карте определенной. А что все-таки с восьмым и шестым маршрутом, потому что я так понимаю, что там тоже есть проблемы определенные. И есть ли дорожная карта, как вы будете входить, наверстывать упущенное, и завершится ли все работы, которые были обозначены в срок проектной документации? Пока работы на восьмерке и шестерке идут по графику. И им проектная документация не мешает плохая? Они ее изготавливают параллельно. Надо же есть выход, да? Спасибо, Михаил Александрович. Алексей Вячеславович, простой вопрос и хотелось бы прям прямой простой ответ. Я правильно понимаю, что проекта на реконструкцию девятого трамвая нет? Сейчас, на данный момент, он есть, но он должен корректироваться. Должен корректироваться. Я хочу вам напомнить, что буквально на прошлой неделе, на мой прямой вопрос в письме, есть ли проект по девятому маршруту, вы четко написали, что есть. Вы там не писали, что надо корректировать, не надо корректировать. Я тогда, с вашего позволения, отправлю этот ответ в прокуратуру Следственного комитета на проверку. Хорошо? Потому что мы две недели назад говорили об одном, писали письмо, получали другой ответ, сегодня третий, я запутался, я не понимаю, где правда, где неправда, поэтому я, наверное, так сделаю. Следующий вопрос. Вот вы в своем выступлении сказали, что искали подрядчика, но никто не согласился. Прямой вопрос. Зачем тогда расторгали контракт? Ну, я, в принципе, уже ответил на этот вопрос, в том плане, что признали свои ошибки. Тот, кто это решение принял, он уволен. Спасибо. Следующий прямой вопрос. Когда начнутся работы по девятому маршруту, потому что полтора месяца уже даже больше ничего не делается? Сейчас, во-первых, сейчас, ну, я уже в своем докладе сказал, апрель-май месяц, если ФРАДЖИС-ТРОЙ заключит мировое соглашение, и подрядчик, который делал рабочую документацию, быстро внесет корректировку проекта, и экспертиза быстро проведет, отдаст документацию. Спасибо. Тогда у меня следующий вопрос. Извините, коллеги, у меня их несколько, записал себе. Вы уже пятый или шестой раз говорите о каком-то мифическом мировом соглашении. Насколько я понимаю, для вас, для СГЭТа, это вообще чуть ли не уголовно наказуемая вещь заключать мировое соглашение. Первое. Второе. Вот сидит подрядчик, а давайте у него спросим, он вообще готов на мировое соглашение? Или если готов, то при каких условиях? И обсуждаются ли с ним эти условия вообще на сегодняшний день? Пожалуйста. Да, спасибо. Добрый день всем. Михаил Александрович, уважаемые депутаты, коллеги. Ну, на сегодня статус наших взаимоотношений с заказчиком – это судебное разбирательство. И мы, как говорится, ждем результатов этих разбирательств. А цель у нас одна. То есть зафиксировать, что мы сейчас сделаем выполненные объемы работ, соответственно, получить за эти объемы выполненные финансовые средства. По поводу мирового соглашения я сейчас комментировать не могу, об этом просто рано говорить, потому что у нас нет ни проекта, у нас нет ни экспертизы. И, ну, в принципе, на сегодня это просто не обсуждается. А где же ситуация? Вы как-то вот прокомментируете то, что сказал Виталий Владимирович, что никто ничего не обсуждает, мы в мировое соглашение, надеемся, в мировое соглашение. А получается, что, чтобы его заключить, к этому вообще никаких подвижек нет на сегодняшний день. Я правильно понимаю? Наоборот, я же сказал, сейчас заключен договор ОСГЭД с проектной организацией, которая делала в Раджестроя рабочую документацию на корректировку проекта. Они должны дать свое заключение, и тогда мы уже будем решать, как дальше нам действовать. Переговоры, на самом деле, ведутся. Спасибо. Следующий вопрос. Значит, почему на сегодняшний день ОСГЭД продолжает судебные тяжбы и блокирует вот эти вот финансовые средства, которые были выплачены в качестве аванса? То есть, вы говорите сегодня за столом о мировом соглашении, а ОСГЭД продолжает вести юридические тяжбы по блокированию финансовых средств. Нет, там одно решение суда, тут тяжек сейчас никаких нет. Наоборот, сейчас идем к тому, чтобы заключить мировое соглашение. Спасибо. Нет, у меня вопрос. Я, честно говоря, так и не понял. Что является тогда сейчас предметом мирового соглашения? Конкретно, что хочет правительство и что... Нет, ну если, хорошо, предполагаемого мирового соглашения, что хочет правительство? Ну, заказчик, подрядчик сказал, что хочет. Вот я, подрядчик. Мы свои предложения дали. Какие? Можно их озвучить? Ну, там много предложений. Ну, озвучите, пожалуйста. В том плане, что внести корректировку в проект и начать работу как можно быстрее. Это самое главное. А они это отказывались до того, что сделать? Да. Внести корректировку и продолжить строительство, они отказывались? В смысле отказывались? В декабре месяце они отказывались это делать? В декабре месяце об этом никто не говорил. Нет, когда вы с ними захотели расторгнуть соглашение? Понимаете, и вот велись переговоры именно с заказчиком ОСГ. Поэтому я сейчас вот разбираюсь над этим. Кто кому предлагал и почему так получилось. То есть мировое соглашение просто вернуться к тому, что было раньше? Не раньше, а продлить. А самая главная задача, чтобы все понимали, чтобы действительно трамвай пошел. Поэтому мы сделали анализ, как я сказал в своем докладе. У подрядчика есть все материалы закупленные. Если мы сейчас заново все это начнем, мы затянем проект еще на более длительный срок. Поэтому оптимальный вариант для нас – это мировое соглашение с Фраджистроем. Пожалуйста. Спасибо, Михаил Александрович. Что я не понял? Ну вот я смотрю по лицам коллег, что это одно недоумение у всех, по-моему. Мы уже не понимаем, куда движемся. Между всем тем, что хочу сказать, что на мой взгляд, после вопросов и неответов Марии Викторовича, Романа Викторовича, юрист от Саджаи, возможно, с личными конфликтами, руководитель СГЭТ, непонятно где до этого работал, вообще ничего не построил, на такой проект завели. Знаю, что заместитель еще один СГЭТ есть, или был уже, может быть, на сегодняшний момент, которого с треском выгнали, граждан проекта, с треском выгнали, взяли замом СГЭТ работать. На мой взгляд, какая-то, прям, знаете, такая настоящая провокация со стороны СГЭТа, чтобы у одного подрядчика не было ни одного замечания, а у другого подрядчика нет ни одного положительного момента, вообще ни одного. Ну вот, на мой взгляд, это какая-то провокация. Потом опять хочу вернуться к этому мировому соглашению, знаете, прям ух режет. Мы хотим, мы хотим, мы хотим, а вот сидит подрядчик и говорит, что да мы, может, тоже и хотели бы когда-то, но, ребят, вы ни условия не предлагаете, в суды нас загоняете постоянно. Нам-то оно зачем, это мировое соглашение, чтобы что из этого? Следующее. Как можно расторгнуть контракт без нового подрядчика, хотя бы потенциального, для меня вообще непонятно. Ну, пошли, подали в суд, а дальше что? Если бы, не знаю, строили бы, не знаю, стену какую-то, ну, может быть. А когда тысячи жителей города Саратова зависят от этого проекта, и мы сами себе ставим под ножки, ну, опять, что-то это напоминает всем, да? И еще один момент, который очень хотелось бы озвучить. Алексей Вячеславович, я вот прям серьезно говорю, что возмущений нет пределу, и причина этому возмущению простая. Значит, трое троих или четверых вы назвали, кого вы уволили, и что дальше? Дальше-то что? Значит, люди, занимаясь определенными провокациями, загубили проект, подставили тысячи жителей города Саратова под недовольство, подставили их под трудности, и теперь они спокойно пойдут устроиться на другую работу, и что там дальше будут разваливать? Я считаю, что они должны понести за это ответственность. Уже сказали здесь, если у вас хватит сил, сами подайте на них, в правоохранительные органы. Если нет, то мы, как депутаты, наверное, просто обязаны это сделать, иначе другого выхода нет, иначе нам люди просто не поверят. Поэтому я бы хотел, чтобы вы меня услышали, и мы через какое-то время, наверное, собрались еще раз, услышали ответы на те вопросы, которые вам сегодня задавали, и перешли к каким-то другим, уже более продуктивным действиям. Спасибо. Александр Ильич, ответите что-то, прокомментируйте. Я думаю, что есть выступление. Ну, ответ какую-то позицию, в вашу поведение, как бы. Ну, если говорить о том, что через какое-то время встретили, дайте мне тогда время, я до конца разберусь, и тогда депутатам доложу, какие меры приняты. Спасибо. Алексей Васильевич, Антон. Я тоже выступлен. На моей практике это, наверное, первый раз, когда вот так вот происходит, когда исполнительная власть говорит о том, что произошел сбой, нужно проанализировать, были ошибки, и необходимо их исправлять. Можно много говорить про мировое соглашение, но я думаю, что это вопрос юристов, юридического права, кто на что пойдет и кто согласится. И если подрядчик «Фрагжет» все-таки решится продолжать дальше, для нас, по крайней мере, как жителей города Сарата, это будет огромной удачей. Но я бы хотел, чтобы мы все-таки смотрели, этот вопрос скоростной трамвай все-таки не с позиции только одного девятого маршрута. У нас с вами маршрут еще дополнительный, плюс еще самый тяжелый маршрут – это тройка. И пусть это будет огромным уроком, для нас, для того, чтобы, когда мы приступим уже к серьезным маршрутам, где там необходимо действительно остановить чуть ли не полгорода, чтобы мы не допустили таких моментов. А для этого я все-таки настаиваю на том, что когда в следующий раз мы соберемся здесь, чтобы здесь сидели все подрядчики, чтобы они четко сказали, что необходимо. Мы видим сейчас одну сторону в виде исполнительной власти, и вторую сторону в виде одного подрядчика, который попал, можно сказать, в руки или в ту ситуацию, в которой он сейчас находится, что ему приходится защищать свое честное имя, по сути. Вопросов к проджеку по большому счету нет, потому что, может, одна из немногих компаний сараски, которая помимо того, что имеет возможности реализации этого проекта, еще есть и свои проектные организации, которые могут проверить и дать какие-то замечания. А у нас вопрос, по остальным заказчикам есть такая возможность? Вернее, по подрядчикам есть такая возможность? Мы не уверены. Опять сейчас получается, что надо будет, чтобы с ГЭТ новый руководитель обращался, чтобы занимался документацией, опыта как такового нет, давайте так говорить, по проведению такой работы. И мы опять будем сталкиваться в упор. Для нас самый страшный сейчас противник – это время. Вот время, которое мы с вами потеряли, реально на сегодняшний день, ну, по крайней мере, я не вижу, что мы его наверстаем. И здесь, на мой взгляд, нужен комплексный анализ всей ситуации. И прошу, Михаил Александрович, и я обращаюсь к всем депутатам, давайте все-таки настояем, чтобы здесь был не только один подрядчик, а чтобы были еще и другие, чтобы мы услышали другие варианты и какие еще вопросы. Мы знаем, что произошло по девятым маршрутам, но мы не знаем, что может в перспективе произойти по другим маршрутам. И к чему это приведет? Уважаемые коллеги, конечно, мы здесь можем сейчас искать, кто крайний, кто... Понятно, что там правоохранительные органы проверят, скорее всего, какие-то нарушения будут с чьей-либо стороны. Вопрос другой, что делать сейчас? Сейчас уже у нас март, весна. До конца года девятый маршрут должен поехать. Люди должны уже, потому что они в автобусах, пробках на улице рабочей, уже надоело им стоять. На сегодняшний день, я думаю, что если бы вот это совместное заседание и обсуждение проблем было бы в августе или в сентябре бы на площадке областной думы, я здесь предъявляю как бы претензию к обоим сторонам конфликта, тогда, возможно, некоторых вопросов можно было бы избежать заранее. Понятно, что две стороны каким-то образом договорились, одна другую не услышала, кто-то что-то сказал, все хотели сделать как лучше, получилось как всегда. Перефразирую нашего деятеля одного. Поэтому я думаю, что надо под контроль взять депутатский контроль и реализацию остальных маршрутов, я говорю прямо про шестерку, про восьмерку, потому что тот один раз мы когда, месяц три назад, наверное, заслушивали их, когда там как бы все было в ажуре было. А на самом деле, либо нам что-то не договаривают, либо формат общения нужно меняться, где там, я не знаю, может быть выездные совещания проводить на стройплощадках, где на самом деле видеть, кто прав, кто виноват. Понятно, что все лучше, чем организация, которая начала этот проект и со всеми ее там минусами и плюсами, естественно, наверное, мы лучше не найдем. Тем более, они там определенные финансовые средства уже закопали, вот, потратили и на подстанции, и на земные работы. Понятно, что это надо сейчас с активностью, понятно, что это надо заплатить, но на сегодняшний день надо как-то быстро найти решения, устраивающие обе стороны, для того, чтобы проект на самом деле заработал. Да, ключевая фраза, то, что сказал Кирилл Владимирович, только что это действительно, если бы этот вопрос был поднят в августе, так у меня и в прошлом-то раз мы на этом остановились. У меня, мы сейчас, хорошо, Моисея Владимировна уволили, вторая-то сторона, почему? Я так и не услышал в прошлый раз ответ на этот вопрос. Почему вторая сторона не подняла вопрос этот в августе? Почему здесь, я же помню, вот вы хотите, мы вот обязательно наложим на вот это выступление, найдем те выступления, которые были здесь у нас на Думе. Когда все говорили, что надо закончить в декабре, и Фрагджет-Строй, и ни одни кто не сказал, что это невозможно закончить. Нам передали не вовремя. У нас проектная документация не готова. Когда об этом говорили не в августе, когда об этом говорили в ноябре, то же самое. Почему? Говорю, Фрагджет-Строй был абсолютно уверен. С его-то лоббистом, чтобы вот здесь не продавить вот какого-то там Моисеева, вы сказали. Да это кто такой Моисеев-то, Господи? Нам продавят, и кто такой Питайев? Да продавят его, и он лапки поднимет, придет уж не в обиду будет сказано, и зачитает все, что надо зачитать. Потому что, конечно, там, и снова дадут еще год. Год пройдет, еще год Фрагджет-Строй. Еще деньги оплатим, все, что они потратили. Еще извинимся перед ними. Всей областью, всеми жителями, которые остались без трамвая, давайте все придем Фрагджет-Строй и извинимся. Извините, что бы вовремя не передали вам. Извините, что проект у вас. А у вас не было специалистов? Я еще раз задал вопрос, который был в прошлый раз. Которые бы посмотрели с самого начала. У вас есть проектная организация? Вам только что сказали, Александр Владимирович сказал, есть своя проектная организация. Сразу все было понятно, что нет, не те. Ну, выходите, говорите, что сроки будут не те. Что мы не успеем это сделать. Что надо проект заказывать. Другой надо проект заказывать. Меняйте руководителя с ГЭТа. Нет, вас все устраивало. Конечно, потому что вы абсолютно были уверены, что и здесь сейчас помутят. Помутят, может быть, правительство. Ну, кто такое правительство сейчас у нас в области? Разве оно тут принимает решение по этим вопросам? Нет, там есть более серьезные лоббисты. Скоро у вас действительно не останется больше строителя, который еще что-то здесь может строить. Но у нас было такое, когда один строитель строил для всех. Теперь у нас другой строитель, у которого есть проектная организация. Осталось ему еще это передать, домостроительный комбинат. И опять будет один строитель, который будет все. И действительно, больше в остальном будет выжженное поле. И действительно, больше никто сделал ничего. И вот тогда вам выкрутят руки, всей области выкрутят руки. Не только министру, не только Моисееву уволят. Кто здесь главный? Я что-то не понимаю. Нам сорвали две стороны, сорвали обе стороны. На прошлом заседании не было ответа на эти вопросы. И сегодня я поднимаю, и опять я эти ответы на эти вопросы не слышал. Еще один больше никто не задал эти вопросы. Фраг же стоит. Почему об этом не было сказано заранее? Потому что побоялись сказать Михаил Александровичу на круглом столе, что Михаил Александрович, не будет этого. Не сможем мы сделать к Новому году. До конца года. Ну, Михаил Александрович не специалист. Он защищает интересы избирателей. Если бы... Следующий, как с шапками, да? От 1 ноября. И если фраг же стоит, скажут, ну и к 1 ноября сдадим. От 1 сентября. Да и к 1 сентября сдадим. От 1 августа. Да и к 1 августа сдадим. Не сдали. Министр долой. Этого руководителя с ГЭТа долой. А мы теперь давайте до следующего года. Нет, даже года маловато. Здесь вот было сказано. Два года теперь надо дать фраг же строю. Мало того, выкупите. Если там все закуплено, давайте выкупим. Пусть это будет, собственно, с ГЭТа. Эти же подстанции. Это же делать. Если сейчас проанализировать. Если на других подрядчики делают нормально, с ними заключать договор. Только я могу представить, как это будет. Этим подрядчикам еще бошки поотрывают. Только пусть попробуют они зайти сюда сейчас. Будут сильные. Да? Абсолютно. И вот я тоже уверен. Есть кому поотрывать голову этим подрядчикам. Не дай бог они зайдут в этот спор. Ну, я еще раз говорю. Как это? Барины дерутся, да? А у холопа чупырят. Боярия дерутся. А у холопа чупырят. Трещат. Так вот, я абсолютно уверен, что эта же картина, вот точно так же повторится и наслечко, и опять мы найдем виновных в борьбе правительства с другой головой нашей области, да? Вот в этой грызне, вот в этой паучиной банке, пока один паук не сожрет другого, я сейчас вижу, как у паука дожирают сейчас, да? Вот. Ну, вот пока не дожрут, я так понимаю, у нас ни трамвай, ни... Это будет... Это саботаж. Я уверен, что это саботаж не с одной, не только с одной стороны. Вот у меня такое почему-то есть ощущение. Ладно, не скажу не уверен. Все ощущения. Что-то ничего, я сейчас, тут все остальные выступали в одну, об одном, я, если персумировать, у меня меньше получится. Так вот, в этом отношении, на мой взгляд, это саботаж как раз-таки с другой стороны, для того, чтобы подставить и правительство, и область подставить, это был саботаж со второй стороны, когда понятно, что не успеваю, а вот давайте все свалим на правительство, а давайте все на Моисеева свалим, и на вот эту сторону саботажа никто не обратил внимания. Поэтому я считаю, что в данной ситуации, ну, понятно, откуда я, не специалист в этом вопросе, глубоко не залазил, но из того, что я здесь услышал, во прошлом заседании, выглядит все именно так. Вот вы тут грызетесь друг с другом, а трамваи нет, театра нет, ничего, жилищного строительства, мы на каком месте сейчас, задница, извините, по всем показателям, что добились? Сделали революцию в строительной отрасли в Саратовской области, и вот чего добились. Вот с чем мы уходим. Кольцов Алексей Борисович. Добрый день, коллеги. Вот сегодня первый раз участвую в совещании. К сожалению, очень много эмоций увидел. Да, хотелось бы, наверное, вернуться к другим вещам. Мы сейчас с вами живем в сложнейшее время. И каждый бюджетный рубль, который приходит в область, мы понимаем, какой ценой достается и кем он сюда приведен. Поэтому в контексте этого ни в коем случае нельзя совершать ошибки. И здесь сейчас искать виновных и пытаться на кого-то повесить, наверное, не совсем правильно. Здесь должны мы сесть и решить, что сделать для того, чтобы не страдали люди, для того, чтобы деньги, которые пришли из федерального бюджета, были эффективно потрачены, что надо нам сделать для того, чтобы впредь эти ошибки не повторялись, не перекидывать друг на друга вину, а посмотреть, может быть, в том числе и на самих себя. Абсолютно верно здесь было сказано. Может быть, нам было собираться гораздо раньше. Я вот в признании определенной вины вижу достаточно мужественный поступок. Но здесь, безусловно, и Алексею Вячеславовичу необходимо более тщательно подходить к подбору кадров. И надо понимать, что такой сложный объект, его реализация возможна только благодаря сплоченной работе профессионалов. И такие профессионалы действительно должны быть. Должны работать в том числе и сейчас во власти. Потому что я не зря сказал, что мы живем сейчас в очень сложные времена. И у нас сейчас права на ошибку нет. Мы не должны не подводить ни людей, мы не должны подводить тех людей, которые затаскивают федеральные сюда деньги. Я думаю, что сейчас и стороны подрядчика нужно находить возможности. Нужно садиться, договариваться. Наверное, сейчас, я еще раз говорю, не время для амбиций. Нельзя ни в коем случае терять время. Нужно выходить на решение. Выходить в поиск выход из этой ситуации. И в ближайшее время возобновлять работу. Спасибо. Я тоже подведу итог сегодняшней встречи. Ну вот каждый высказал. Мы и претензии к одним, и к другим, и к ситуациям, и прошлый раз, и в этот раз. Алексей Иванович, ну абсолютно точно, что эту ситуацию придется разгребать. Просто другому не дано. Причем очень быстро. Приняты кадровые решения. Дальше занимайтесь инвентаризацией. Но я бы инвентаризацией занимался и другими маршрутами. Потому что вот то, что сейчас было озвучено, я вот хотел бы, Александр Владимирович, давайте мы на раз в месяц выходить и приглашать более, наверное, уже в том зале все заинтересованные стороны, готовить повестку. Первый вопрос заслушали. Маршрут ли это будет? Проект ли это будущий? Потому что это тоже время. Мы сейчас говорим девятка, у нас восьмерка, шестерка идет, завтра третий. А там что происходит? Всех послушали, город послушали, исполнительная власть, министра, проектантов, задали вопросы. Разные точки зрения, они всегда правильные. И будем двигаться так. Что касается ситуации, ну если вы то, что озвучили, ли это происходит, но очевидно, ситуация была упущена верхними руководителями, там что-то происходило. Но да, вы обосновываете это тем, что туда углубились, когда были озвучены претензии в более широком кругу, а не в кабинетах. Вывели много для себя интересного. Меняйте сейчас людей, просто те, кто сейчас зайдут, чтобы тоже какой-то квалификации и очень трепетно принимались на работу. Потому что либо это будет министром с утра до ночи заниматься, но есть юристы, есть сметчики, есть те, кто работает на земле, но назовем это гиб только от заказчика. Эти люди должны быть, потому что то, что сейчас вы нам озвучили, и те вопросы, и мнения депутатов, потому что решение многие необходимо было принимать тогда, летом, осенью, на местах, там вот на земле, останавливать ли, возвращаться к проекту, возвращаться к экспертизе. Я почему говорю, потому что у нас парадокс. С одной стороны, мы здесь вот в эту свалили ситуацию, а с другой стороны, там идут нас два маршрута, в ладошь хлопаем, и они знают, хорошо или плохо, и не знают там, что происходит. Поэтому в следующий раз мы будем заслушивать и их тоже. И только ваша позиция, Алексей Вячеславович, правильная, чтобы она тоже была принципиальной. Потому что если там все у нас идет хорошо, вопрос, ну сроки да, но есть еще один критерий – качество. И у нас получается здесь одна ситуация. Мы сейчас давайте пересмотрим рабочую документацию, вернемся к проекту, будем повторно в экспертизу входить. Параллельно делаем инвентаризацию объемов, стадии выполненных работ, заказанных материалов. Понятно, что вот сидит другая страна, с ними надо быть на коммуникациях. Они озвучили прошлый раз. Но давайте мы посмотрим, где средства, которые мы затратили. Давайте разбираться. В судах вы это будете делать или как? Юридический вопрос. В прошлом на месте это все не стояло. Потому что это все можно свалить. Раньше на переписку, 2000 писем друг другу отправили. Сейчас мы месяца будем стоять, прикрываясь тем, что мы, значит, занимаемся, разгребаем то, что навалили. Поэтому, Алексей Вячеславович, вот у вас персональная ответственность перед людьми, губернатор, который более жесткую ответственность на вас наложил за проект. У вас замминистра уволен, у вас все руководство ООО уволено. Поэтому силами министерства тогда ведите этот проект, сопровождайте. Если есть претензии, давайте их озвучим, готовьтесь. Но у вас есть время для того, чтобы мы в следующий раз город давайте послушаем, что они не использовали в рамках исполнительной власти. Были ли у них какие-то полномочия по остановке, где они промедлили. Потому что так дело не пойдет. Мы вот сидим здесь и сегодня, значит, разгребаем. То, что ответственность, чья и кого, да, вот депутаты озвучивают, они оставляют за собой право получить ответы на заданные вопросы. Поэтому, Алексей Федорович, на те вопросы, которые вы не смогли ответить, у меня просьба проработать. Это на всем фоне объема работ, которые за вашими плечами. У нас впереди будет встреча фракций. Я думаю, все эти вопросы будут заданы повторно. Поэтому занимайтесь. Коллеги, совещание окончено. Всем спасибо.